В работе над монографией по истории нашего города примут участие как севастопольские историки, так и ученые из других регионов России. Она должна охватить историю города от древнейших времен до воссоединения с Россией в 2014 году. Ведущие ученые страны вместе с севастопольскими историками сделают такой продукт, который будет, как Юрий Александрович сказал, достоин истории великого города, великого Севастополя. Мы осознаем всю ответственность за эту работу, за ее результат и перед севастополем, севастопольцами, ну на самом деле перед всей Россией, потому что история Севастополя – это общероссийское состояние. Идея выпустить как можно более полную монографию по истории Севастополя появилась много лет назад. В апреле 2018-го ее реализацию обсадили с представителями Российского исторического общества и Института российской истории. Сейчас, когда вопрос о публикации работы решен, ученые приступят к непосредственной разработке проекта. Возможно, сначала будет создан электронный ресурс, на котором опубликуют все опорные источники. Как мне представляется, нужен сначала план «Проспект» этого издания, сформировать авторский коллектив. Затем были идеи провести несколько круглых столов по согласованию наших позиций, по определению точной стилистики жанра и характеристик этого издания. Институт российской истории окажет все необходимое содействие авторскому коллективу и на стадии, что называется, подходов, и на стадии обсуждения текстов, и на стадии подготовки рукописей к печати. Ожидается, что значительная часть авторского коллектива будет из Севастополя. Это и ученые-историки, и работники смежных сфер, таких как архивное и музейное дело. Безусловно, это будут те, кто в течение длительного времени профессионально и содержательно изучали историю Севастополя и публиковались по этому поводу. Мы, безусловно, пригласим к участию в работе и ученых государственного Севастопольского университета. Это будут ученые, которые работают и практикующие музейщики. Мы, конечно, будем привлекать и силы архивистов. У нас есть очень сильные ученые. Кандидат исторических наук Вадим Хапаев предложил объединить в авторские пары специалистов из разных структур и организаций, чтобы избежать однобокого взгляда на историю Севастополя и получить максимально полную картину событий. И тогда у нас получится очень сбалансированный труд. С другой стороны, действительно труд уникальный, где каждый раздел будет показан как с общеисторической точки зрения, в общеисторическом контексте, так и с очень глубоким знанием фактажа наших реалий и той самой нашей специфической периодизации. Возможно, к разработке монографии привлекут и студентов. Такое пожелание высказал директор севастопольского филиала МГУ Иван Кусов. По его мнению, участие в таких проектах воспитает новое поколение ученых-историков и компенсирует их нынешний недостаток. Мне хотелось бы, конечно, чтобы были увлечены студенты, студенты, магистранты, может быть, эспиранты из Москвы, потому что именно в таких проектах и воспитывается плеяда новых молодых ученых. Поэтому мне кажется, что как одну из задач этого проекта, этого большого труда, можно ставить еще и воспитание такого нового поколения севастопольских молодых историков. Окончательный список тех, кто войдет в авторский состав, станет известен уже после окончания работы над монографией. Тогда появятся точные данные, какие тексты войдут в публикацию, а какие не соответствуют общему стилю работы или выходят за рамки установленных временных и географических границ.